Он сначала лежал, мы думаем, все, насмерть, наверное. Слушаки перевернули его, смотрим, шевелится, вроде нога одна поднимается, вторая поднимается. Его приподняли, шлем сняли, у него все, лицо разбито. Несмотря на сильный удар, водитель скутера, как только встал на ноги, попытался снова сесть на свой мотороллер. Застучал все, я думал, он там в открытую дверь въехал, ну и все. А когда вы вышли, что он тут, в каком состоянии-то? Глядый. Врезавшись еще раз, теперь уже в придорожный магазин, седок мотороллера, видимо, понял, что продолжать попытки ехать не стоит. Тогда он решил подзаправиться и продолжить путь пешком. Да пьяные. Он же мне говорит, куда делал? Вот крови, что есть. Я говорю, стоп. Что, прямой стоп, что ли? Я говорю, да, прямой стоп. Ментов не вызывали? Он говорит, нет. Скоро только вызывали. Ну, он бы только пьем, пьем вообще. Судя по всему, этот мотороллер успел послужить своему владельцу совсем немного. Пробег на спидометре едва перевалил за 300 километров. И, судя по всему, теперь хозяин снова увидит его нескоро. Вряд ли он его найдет на том же месте, где оставил. Мотороллер теперь отправят на штрафстоянку. Кстати, помимо этого, владельцы скутера ожидают еще одна неприятность, крупный штраф. Скутер, судя по всему, имеет двигатель более 50 кубических сантиметров. И для управления им нужны права. А отсюда следуют и другие неприятные последствия. Продолжение следует...